Отчетно-выборная конференция Василий Ерыгин сохранил за собой пост председателя городского совета ветеранов Пожарная безопасность превыше всего Сотрудники ПЧ-33 провели рейд в Заречье Как изменились туристические предпочтения коряжемцев в свете последних событий? Вы смотрите новости на канале ТВ Коряжма Сегодня четверг, 26 ноября С вами я, Аллан Боблев, здравствуйте В четверг, 26 ноября Состоялась отчетно-выборная конференция Городского совета ветеранов Делегаты конференции работу совета признали удовлетворительной Пост председателя на предстоящие два года Сохранил за собой Василий Ерыгин Городской совет ветеранов Объединяет 29 первичных организаций Два комитета ветеранов-участников войны И несовершеннолетних узников фашистских концлагерей И ветеранов труда Заслушав отчет председателя, делегаты состоявшейся сегодня конференции Подвели итоги за минувшие два года Работу городского совета ветеранов признали удовлетворительной Я оценку им даю четверку Хороший им достается На конференции присутствовали депутаты городской думы Они поблагодарили ветеранов за проделанную работу По поддержке старшего поколения И в свою очередь пообещали впредь стоять на страже интересов ветеранов И ветеранских организаций Депутаты городской думы будут и дальше стоять на страже Ваших интересов В выделении бюджетных средств Проведение всевозможных мероприятий И во всех инициативах С которыми вы к нам выходите Вот и предлагаю признать работу Совета ветеранов Дорезоврительной Завершилась конференция выборами нового состава Совета ветеранов После чего состоялось заседание пленума Пост председателя городского совета ветеранов Сохранил за собой Василий Иванович Ерыгин Подробные о ходе конференции в наших следующих программах Сотрудники ПЧ-33 провели рейд по пожарной безопасности в жилищном фонде Сегодня они посетили частный сектор Коряжмы Жителям Заречья напомнили правила эксплуатации печей И пользования электрическими и газовыми приборами Приезд пожарных машин в частный сектор события тревожащие Но сегодня сотрудники ПЧ-33 прибыли в Заречья с профилактическими целями Рейды по пожарной безопасности в жилищном секторе проводятся регулярно За сотрудниками ПЧ-33 распределены все территории города Трещин на печке нет? Все проверяете? Посмотрите, пожалуйста Ни в коем случае не спать, когда топите печку Сами знаете, ваши такие дома горят очень сильно Электропроводка без нарушения? Без нарушения, все Были электрики все летом Пожарные сегодня напомнили жителям частных домов Как должны быть оборудованы печи Как ими пользоваться в зимний период Ведь не секрет, что нередко пожар в деревянных домах Возникает из-за перекала печи и неправильной эксплуатации Сейчас время такое, что холодно уже становится Очень часто перетапливают печи Не заботятся, что не прочищают их Дымоходы Вот надо больше всего за этим смотреть Должен быть притопочный лист на 50 на 70 обязательно Щели замазывать на печках, чтобы не было выхода огня Обязательная побелка Раз в три месяца нужно прочищать дымоходы В последнее время в заречье пришел газ Но в домах, где сегодня побывали пожарные Печное отопление А вот газовые баллоны и плиты Для приготовления пищи явление нередкое Поэтому на пользование газовыми приборами Пожарные обращают особое внимание Это источник повышенной опасности В общем, эти газовые баллоны должны Либо наружным Оборудоваться снаружи зданий Либо ближе к выходу Ну и при пожаре, не дай бог такое случится Надо, естественно, предупреждать пожарного Что вот у меня существуются Ну, в общем, баллоны Находятся дома И в каком количестве Бывает и не один В ответ на советы наставления пожарных Жители заречья уверяли, что о пожарной безопасности Помнят ежечасно, ежеминутно Ведь они живут в частном секторе всю жизнь И не понаслышке знают, что такое пожар В городе проходит профилактическое мероприятие «Законность» В рамках которого в Харяжинском отделе полиции Организован час начальника Профилактическое мероприятие «Законность» Проходит в целях профилактики Выявления и пресечения фактов укрытия Преступлений от учета и недобросовестного Выполнения должностных обязанностей Сотрудниками полиции и их руководства Продлится оно до 28 ноября С целью профилактики нарушений законности В сфере приема, регистрации, учета и реагирования На сообщения о преступлениях и происшествиях 27 ноября с 12 до 13 часов Будет открыта прямая линия связи С начальником отдела полиции Связаться с ним можно по телефону доверия 3-0-0-0-0 Информационный блок продолжит блок рекламный После которого вернемся Мы не говорим о низких ценах в городе Они у нас уже есть Мутон до 19, норка от 39 тысяч рублей Проверено Меховой салон «Зимняя сказка» Специально к новогодним праздникам В гипермаркетах «Магнит» В субботу, 28 ноября Скидка 20% На шоколадные конфеты в коробках Больше скидок Больше подарков В гипермаркетах «Магнит» Магазин книги поздравляет всех с наступающим Новым Годом И объявляет акцию «Зимние вечера» 26 и 27 ноября действует скидка 30% на весь ассортимент АВФ «Книга «Зимние вечера» с полезным чтением Ждем вас 26 и 27 ноября Магазин книги «Пушкина босс» Внимание! Прогноз в ноябре ожидается минус 30% Да-да, вы не ослышались Минус 30% на товары Новогоднего ассортимента В магазине «Реалмаркет» Ёлки, гирлянды, сувениры, шары, банты Все, что нужно для Нового года Магазин «Реалмаркет» Коряжма «Архангельская-4» Отдел белье теперь по проспекту Ленина 35, первое крыльцо от дома 33 В ассортименте мужское и женское белье И трикотаж Отдел белье по-прежнему ждет вас В торговом центре «Виконда» Второй этаж Новый магазин мебели «Виталь» В торговом центре «Фаворит» Предлагает большой ассортимент Мягкой мебели от производителя Гарантия 18 месяцев Доставка по городу бесплатно Магазин «Виталь» Мягкая жизнь по доступным ценам В салоне «Кожа-дубленки-меха» Новое поступление зимней коллекции Эксклюзивные модели Норковых и мутоновых шуб Дубленки для милых дам И настоящих мужчин Салон «Кожа-дубленки-меха» Коряжма Ленина 33 У вас есть любимые сапоги Но у них треснула подошва Или еще хуже Порвалась кожа Сейчас узнаем Можно ли вернуть жизнь Такой обуви Реставрация, восстановление И полный ремонт Зимней и осенней обуви Начиная со смены подошвы И заканчивая полной заменой Нижней части сапог При замене подошвы Используются высокопрочные материалы Такие как термопласт И полиуретан Такая подошва практически не скользит Не ломается И выдерживает температуру До минус 50 градусов Каблуки цельные Ненаборные И подойдут для потребителей Любой возрастной категории При замене нижней части сапог Используются только натуральные материалы Кожа, лак, замша разных цветов Замена изношенного меха Меняются затяжные стельки За пятники и под носки Всего за две недели Вам вернут практически новые сапоги 28 и 29 ноября В КДЦ на площади Лень На продаже обуви Из натуральной кожи Производство города Кирова Большой выбор Мужской и женской обуви По доступным ценам Фабричное качество А также принимаем обувь Ремонт Смена подошвы И полное обновление Низа обуви Приглашаем с 10 до 18 часов Макси Флора Это огромный выбор цветов И комнатных растений По действительно низким оптовым ценам Бесплатные услуги Профессионального флориста Коряж Маленина 21 Макси Флора Пучком всегда дешевле 108 это одежда для мужчин и женщин 108 это модное решение На все случаи жизни 108 это стильный дизайн По доступной цене 108 это скидки до 50% На коллекцию осень 2015 Отдел 108 Торговый центр фаворит Третий этаж Спасибо что остаетесь с нами Эфир продолжит новости региона Их вам представит моя коллега Елена Кузнецова Ей слово Прямая линия с губернатором Игорем Орловым Археологические раскопки в Каргопольском районе И задержание наркодилера Который поставлял наркотики в Архангельскую область Обо всем подробнее прямо сейчас 25 ноября на канале Россия 24 состоялась прямая линия с губернатором Игорем Орловым Главной темой стал региональный бюджет Губернатор успокоил жителей области словами Что главный финансовый документ региона останется социально направленным При этом значительно сократится дефицит К примеру, если в 2012 дефицит составлял 12 миллиардов рублей То задачи на следующий год всего два Архангельская область по качеству управления финансами Заняла второе место в стране И, как и полагается, мы одна из лучших областей Российской Федерации И, соответственно, находимся в лидерах Жители области спрашивали губернатора об аварийном жилье Многих беспокоила дорожная тема Спрашивали Игоря Орлова и о более узких темах Например, о судьбе школы в Ленском районе На каждый вопрос губернатор или давал конкретный ответ Или пообещал взять проблему под личный контроль Также он обещал, что регион будет активно расселять аварийное жилье Строить дороги, школы и детские сады И это, по словам губернатора, главная задача в работе областного правительства Страшный пожар случился в Архангельске на улице Гагарина Жители 16-ти квартир остались на улице Пожар заставил жильцов одного из подъездов пятиэтажного дома номер 5 По улице Гагарина эвакуироваться Возгорание произошло в чердачном помещении Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям Размещением погорельцев занимается администрация Октябрьского округа Архангельска Огнем повреждено 20 квадратных метров кровли А также подсобное помещение на чердаке Пострадавших нет, причина пожара выясняется В Каргопольском районе на территории старейшей обители Кирилла Челмогорского монастыря Пройдут археологические раскопки Группа волонтеров под руководством археологов расчистила территорию обители В частности, место, где стоял главный храм Основные работы запланированы на весну-лето 2016 года Исследователи пытаются хотя бы примерно узнать Как монастырь был устроен По остаткам фундамента понять, как он менялся во времени Первоначальная задача – раскрыть фундамент В дальнейшем, быть может, удастся найти какие-то захоронения Будем надеяться, что эти работы помогут возродить обитель Далее региональные новости одной строкой По последним данным мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом В Архангельской области показатель заболеваемости населения Ниже эпидемического порога на 9,5% В Ялте задержан Северодвинец, организовавший поставки наркотиков в Архангельскую область Помимо главаря, было арестовано еще трое преступников Изъято свыше 2 килограммов синтетических наркотиков В Архангельске вслед за хлебом подорожала молочная продукция В частности, повышение цен на молоко, творог, кефир, сметану И другую молочную продукцию в среднем по городу составило на 2-3 рубля Это были наиболее заметные события жизни региона С вами была Елена Кузнецова Передаю слово своим коллегам Не нужен нам берег Турецкий и Африка нам не нужна? Долгое время Турция была излюбленным местом отдыха россиян Солнечная страна привлекала туристов теплым морем и низкими ценами на путевки В свете последних событий, очевидно, отношения между Россией и Турцией охладятся Но станет ли прохладнее отношение россиян к отдыху в этой стране? В традиционном блиц-опросе мы попросили коряжемцев ответить на вопрос Готовы ли они сейчас отправиться на отдых в Турцию? Нет, но все равно как-то опасаюсь за жизнь своего ребенка, семьи своей Нет, ну сами знаете почему, самолеты падают, сбивают Ну война же там или что-то Нет? А что нам делать? Здесь жить еще охота? Нет, не за что, почему? Ну что страшно Нет, нет, конечно Я боюсь и во-первых летать боюсь, да и Не знаю, нет Я бы даже бесплатно не поехала туда Сегодня в традиционной рубрике «Нескучный архив» мы вернемся в 2012 год Тогда в доме школе начали осваивать необычную и захватывающую игру ботчи Вполне возможно, что в будущем участники веселых стартов будут соревноваться в ботче Это новый вид спорта, который только-только появился в коряжме Это увлекательная игра, распространена во всем мире и даже включена в программу паралимпийских игр В ботче играли еще в античной Италии и в Древнем Риме В 21 веке игра не менее популярна Освоить правила новичкам довольно просто Нужно кинуть свой шар так, чтобы он как можно ближе остановился рядом с маленьким белым шаром – палина Выиграть у соперника можно и другим способом – точным ударом отодвинуть от палина чужие шары Надо сосредоточиться, расслабиться и кинуть, не резко, а аккуратно плавненько кидать Коряжемский детский дом школы закупил два комплекта шаров разного цвета Что позволяет соревноваться в меткости сразу трем командам из четырех человек На первый взгляд кажется, что одержать победу в этом виде спорта довольно легко Однако правильно рассчитать силу броска удается далеко не всем Здесь не так важна сама спортивная форма спортсмена Скажем так, независимо от пола, возраста и спортивной формы Может выиграть любой спортсмен или команда Оборудование для игры в бочи обошлось детскому дому в 50 тысяч рублей Средства на покупку выделены по программе регионального развития Модернизации специального и общего образования Однако это не значит, что играть в бочи смогут только лишь воспитанники детского дома школы Эта игра включена в программу паралимпийских игр Поэтому люди с ограниченными возможностями могут и, я думаю, с большим удовольствием будут играть в эту игру Поэтому мы приглашаем детей и взрослых к нам в гости на эту игру В Поморье новый вид спорта уже включен в программу специальных летних беломорских игр Коряжемцы же попробуют свои силы в декабре следующего года Команда уже приступила к тренировкам В конце выпуска расскажем о том, какая погода ждет нас завтра Утром пятницы будет ясно Ближе к обеду небо затянет облаками А вечером пойдет снег Днем ожидается минус 7 градусов Ночью минус 3 Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба Ветер порывистый 5 метров в секунду На сегодня это все новости Желаем вам хорошего настроения Оставайтесь на нашем канале Только один день, 1 декабря во вторник На городском рынке продажа изделий из шерсти и пуха Платки, косынки, носки, варежки, шапки, пряжа, валенки, самокатки А также павлопосадские платки и палантины Компания Визардсов из Санкт-Петербурга Совместно с компанией бизнес-партнер из Коряжмы Приглашают принять участие в семинаре Репрезентация программного комплекса По расчету проектно-спетной документации Смета Визард версия 4.1 Семинар состоится 3 декабря По адресу Кирова 27А Бизнес-центр Альфа, 5 этаж Стоимость участия 500 рублей Регистрация по телефону 8-800-18-708-03-12 Или 8-904-554-79-97 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok